я хочу сказать что интересно что пафос хокинга как человека превозмогающего собственную немощь небось собственной плоти в плену который все выживает человеческий дух который преодолевает собственную немощь что хокинг это такой интеллектуальный мересив который там твор творит реализуется вопреки всему вот этот пафос очень плохо читается то есть для одних это такое прочтение что даже вот такой вот кусок испорченного мяса способен выжить и донести до людей свою мысль которую там ничуть не хуже вот прогресс еще достиг для других это просто там элемент какого-то обмана какого-то шарлатанство беспомощный кусок мяса за которую в тайне пишет там несколько секретарей и выдают бренд вот он там парализованный и немой гений а мы вот только как вот снимаем пеночки на самом деле там сидит полдюжины обдуманных студентов бауманки туда и фантазирует это как бы другая крайность но интересно что ненавистники хокинга были из той страны со стороны ученых потому что я допустим посещал лекции астрофизиков которые ну что ли хорошо и правильно вот таком в нашем понимании ученые вот то что там называется там мнс тогда вот по старому там настоящий научный сотрудник вот и научный сотрудник он брался бы вот просчитывать какую-то лекцию по астрофизики и удовольствием говорил что вы понимаете тогда я все-таки ученый и все-таки я буду писать какие-то формулы и вы должны как немного разбираться я понимаете ли вам не какой-нибудь там стивен хокин чтобы вот на пальцах там все это изображать и из его слов как бы вот следует понятно что вот настоящий ученый это вот я да может быть не крупный был настоящий потому что вот я ботаном владеют на какие-то расчеты могу сделать и с помощью этих расчетов я могу что-то объяснить кого-то убедить хокинг он как бы на пальцах все показывает где формула где особый язык особо подготовленных людей до кого не могут общаться высшая математика значит ее нету как на пальцах но любопытно что же все таки в основе всякой идеи лежит идея высказанные словами они совсем таким расчетным математическим механизмом и любопытно что были значит такие гении науки которые вообще не владели математики физики гений типа фарадея который разработал концепцию электромагнитного поля не владея вообще математическим приемом словами писал как это то есть в принципе в основе это всегда лежит слово то есть это на самом деле такой немного дутый значит с форму претензии к хокингу ну просто потому что ну понятное дело что знание высшей математики это определенная солидность теории когда ты опытный результат можешь математически предсказать в определенных параметрах они писать где то будет похоже вот на то или на это то есть это всегда добавляет солидности и проработанности но все-таки в основе это лежит не это и надо сказать что во первых самого хокинга воспринимали как как интересного собеседник такие люди как академик зельдович вот уж точно его книги на те же самые темы это просто многоэтажные списки формулу того чтобы понимать о чем пишет зельдович чтобы очень серьезное знание высшей математики а с хокингом они вот общались и по ним понимали друг друга как ровно в какой-то период ну один моложе старше кроме того значит мне вот интересно что ты определила что многие мусульмане вот написали с такой вот темой что вот этот атеист пломер туда мол непонятно почему именно этого атеиста многие атеисты помирали многие из них там считались некими даже символами атеизма то вышли как у него к миф место вот такое мифическое место которого кстати хокинг и занимал безумный гений значит но дело даже не в этом дело в том что конечно можно его считать атеистом в этом проблем нет но почему мы с пренебрежением относимся к деятельности этого атеиста считаю какой-то вредный все-таки такое отношение к шариату как специфическим законам которые описывают сферу исключительно человеческих отношений туда начаться и и и это все таки надо все таки узкое очень понимание шариат то есть мы все таки понимаем аллаха как создателя который создал не только тот союз то систему наших отношений то наше объединение которое мы подразумеваем под общество ну и вообще мир во все его сложности во всем многообразии материального нематериальным то есть на самом деле законы природы это шариатские законы тогда и в принципе любой ученый исследующие определенные области он исследует шариатские законы в любом случае если это физик есть в этом плане ну да наверное хокинг как и многие другие не был мусульман спасибо за то что он исследовал в общем то вещи которые нужно понимать как шариатские законы просто относящиеся не к общественной сфере и хорошо исследовал и в общем на самом деле астрофизика это такая штука которая вот в минимальной степени атеистично что ли если мы будем говорить такого точной современной рациональной науки потому что ты когда пытаешься понять о том что тебе рассказывает о создании о акте творения ну понимаете вот мы же можем мы имеем какие-то параметры это да то есть и вселенной мы видим как это все изменяется значит мы можем там интерполировать про экстраполировать и мы понимаем что он где-то там допустим вот некое количество времени назад тогда произошел большой взрыв но когда тебе начинают описывать ты понимаешь что речь идет о взрыве очень условно это вот не совсем взрыв то есть это не что-то которое что было а потом взорвалось это некое событие которое рациональная наука описывает ну допустим как некой точкой за которой вот такой вот наблюдательный инструментарий рациональной науки не может заглянуть можем сказать что было до этого не можем сказать что 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 было после можем сказать не можем сказать что было до но если мы пытаемся вот описать эту ситуацию она значительно проще описывается как и господь сказал будь да вот теперь большой взрыв он на самом деле намного более понятно что произошло если назвать это не большой взрыв да и господь сказал будь да потом тебе астрофизик вот уснащая там доску вот грифелем там сложнейшими формами что это рассказывать вот по прошествии там не знаю первых десяти миллионов лет там вот кондиция этой тварности тогда вот которая вот возникла после большого взрыва или сказанного будь дошли такой степени что она смогла излучать мы до сих пор наблюдаем этот свет в виде реликтового излучения дальше он там скажет много как его раскрыли что это такое там намного чего интересного может возникнуть тебе из рассказа астрофизика но сама история возникновения расчетная история возникновения реликтового излучения которые происходят в очень мутных очень невообразимых условиях значение можно же описать и по-другому и разделил господь твердь небесную от твердь земной только дух металлсов значит между небесами и водами то есть на самом деле то астрофизика это не то что так уж по большому счету отрицает тварность этого мира то что описывает как это происходило и спасибо с точки зрения слова огромное спасибо за то что они исследуют эти вопросы